Строительство многофункциональной хоккейной коробки на въезде в Новый Городок близится к завершению. Работы ведутся в рамках программы «Спорт Подмосковья». Сегодня наносятся последние квадратные метры специального резинового покрытия. Борта и защитные сетчатые краны уже смонтированы. Идет установка светильников, баскетбольных колец и ворот для мини-футбола. Здесь исторически, вот именно в этом месте, были спортивные площадки. И, значит, вот сейчас в этом году будет сделано по губернаторской программе, будет такая, значит, массивная реконструкция. Вот это в первую очередь мы видим в таком многофункциональной спортивной площадке. Здесь и хоккей, и волейбол, и баскетбол. В ближайшие недели работы будут закончены. Местные спортсмены довольны. Благодарят депутата и, пользуясь случаем, обращаются с очередной просьбой. Мечи, мечи, просто не хватает. Каких? Футбольные? Именно футбольные. Может, баскетбольные, подумайте? Ну, их тоже, на самом деле, по возможности, да. И сетка не помешала на воротах. Хорошо. Хоккейная коробка – только начало. Местная администрация надеется при поддержке округа развернуть здесь целый спортивный кластер. Мини-футбольное поле, скейт-парк хотели бы там разместить, тоже возможность, чтобы было. И воркаут-площадку. И в дальнейшем вообще эта территория, она как спортивного, так и паркового значения объединена. И хотелось бы эти кластеры парковой территории спортивно объединить, грамотно это все сделать в соответствии с проектом, чтобы было максимально комфортно для жителей, как отдохнуть, так и заниматься спортом. После спортивной площадки – осмотр благоустройства. В новом городке Дмитрий Голубков – частый гость. Реализация программы по формированию комфортной городской среды находится под его постоянным контролем. За несколько последних лет сделано немало. При этом фронт работ еще весьма велик. Остались еще, конечно, места, которые необходимо доделывать. И в этом году по программе благоустройства предстоит еще большая работа. Преобразование, вот их уже видно, это, конечно, радует. По словам депутата, одна из важнейших сегодняшних задач – капитальный ремонт жилых домов. Проводить его сложно, так как поселок находится в приаэродромной зоне. Это накладывает ряд серьезных ограничений. Тем не менее, заниматься данным вопросом необходимо. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».